добрый день господа в этой вот спокойной обстановке мы сейчас записываем для вас этот выпуск без монтажа то есть мы сейчас будем писать это все одним дублем я обещаю что ничего из этого всего не будет вырезаться все дело в том что мы продолжаем развивать тему с онлайн займерами и продолжаем обучать вас финансовой и юридической грамотности все что я сейчас хочу донести это то что мы каждый день проговариваем на своих консультациях хочу в очередной раз вот заострить на этом как бы внимание и как бы положить точку на этих как бы вопросах которые многих как бы интересует один и тот же вопрос изо дня в день в общем онлайн займеры как мы понимаем они могут вести свою деятельность вне закона и это нас не должно сейчас удивлять даже если у них будут какие-то популярные названия если конкретно у финансовой организации нет лицензии и она не состоит в реестре национального банка в качестве микрофинансовых организаций то это финансовая организация превращается в обычную тошку то есть обычная тошка которая занимается выдачей займов нашему населению и вот когда мы все говорим что вот онлайн займеры незаконные онлайн займеры не дают не неправильно выдают займы они вообще тут короче беспределят и являются какими-то субъектами теневого рынка то здесь важно понимать а почему мы так все решили и здесь я вам хочу поделиться конкретно двумя нормами статей которые работают в данном случае вне зависимости если вы будете подавать иск на онлайн организацию или они на вас будут подавать иск обзыскания задолженности две нормы работают конкретно в данном случае у всех одинаково первое это статья 4 закона о государственном регулировании контроле надзоре за финансовым рынком ну на самом деле сложный закон я его подробно опишу я ставлю в описании даже сделаю наверное даже и ссылку в общем конкретно данный закон говорит что запрещено лицам заниматься своей профессиональной деятельностью без соответствующей лицензии это первое и второе это норма материального права гражданский кодекс конкретно статья 715 пункт 2 прим 1 данная норма она вообще нужна как воздух потому что судья зачастую спрашивают вот на чем основываются ваши возражения и вот вы должны сказать что существует норма материального права ну они в принципе поймут о чем речь и эта норма конкретно гласит что индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам запрещено предоставлять взаём деньги и такие договора являются ничтожными вот когда вы это все будете проговаривать в суде то в принципе суд должен ваше возражение принять как обстоятельства заслуживающие внимание и уже правильно разрешить дело по существу то есть на данный момент у вас есть права у вас есть закон если вы его будете правильно применять и использовать в своих целях то он обязательно оправдает все ваши ожидания а как мы исходим из общей практики мы считаем что суд во многих таких вот спорах дал конкретную надлежащую оценку единственное все остается только за простыми гражданами хотите защищать свои права пожалуйста вот вам кейс который вам в этом поможет к этому часу у нас все друзья подписывайтесь на наш канал в июне мы будем говорить про новый новый инструмент который как бы опустошает карманы наших граждан во многом это связано с недвижимостью поэтому мы будем говорить о копиративах о пирамидах о мошенниках которые под всякими возможными предлогами и схемами забирают последние квартиры и надежду на приобретение таких квартир все друзья точно заканчиваю подписывайтесь на канал всем огромной удачи пока и ставьте лайк для продвижения этого видео пока